Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос, прочитал дополнение к вопросу. Очень хорошо, что вы его написали, это самое дополнение, уточняющее как бы ваш запрос. Но, на самом деле, лично я ответил бы вам и так по основному вопросу, просто потому что я стараюсь именно отвечать на вопрос, который идет от клиента, а не высказывать свои соображения по поводу других проблем, хотя, обратите внимание на это, мне кажется, стоит, в этом нет ничего плохого. Значит, вы пишите, что работаете вы в двух сферах, в торговле и в магии, два года назад появился новый продавец Влад, к нему была симпатия и влечение, и вы пишите, что я замужем и есть дочь. Ну вот, здесь, пожалуй, будет то самое обращение внимания на некоторый аспект, который мне показался важным. Вот, то есть, мне бы хотелось, чтобы вы просто постарались обратить на это внимание, потому что это важно для вас в первую очередь. А понимаете, если у вас появилась симпатия и влечение к мужчине, при том, что вы замужем и у вас есть дочь, это говорит о том, что в вашей семье есть определенные проблемы. У вас с вашим мужем есть проблемы, с вашей реализацией как женщины есть проблемы. Именно поэтому у вас появилась симпатия и влечение к этому человеку, к Владу. Потому что если бы вас с мужем все было в порядке, ну, вряд ли бы вы испытывали подобное. Надеюсь, вы с этим согласитесь. Как работник вас Влад не устраивал. И вы его уволили в декабре 16-го года. Через 8 месяцев работать с ним. Ну, понимаете, вот в контексте всего вашего вопроса дальнейшего, мне бы хотелось сказать, что мужчина, он, когда вот чувствует, что к нему женщина испытывает симпатии, вот вы жалко не сказали, проявляли ли вы симпатию и влечение к нему, к Владу до увольнения. Но мне почему-то думается, что проявляли. В любом случае он, скорее всего, чувствовал. Он, скорее всего, чувствовал это. И вы, собственно, стали для него носителем этой самой симпатии и влечения. И когда вы его уволили, когда вы его уволили, то мужчина, он начал, знаете, испытывать диссонанс. То есть, по его мнению, вы не должны были его увольнять, раз у вас была симпатия и влечение. Он, скорее всего, думал, что эти симпатии и влечения будут проявляться в том числе и в том же, что вы его оставите на работе, даже несмотря на то, что он вас не устраивал. Но вы это сделали, это стало для него откровением и задело его. Потому что он-то себя почувствовал мужчиной с вами. И даже если ему не нравилось то, что вы, например, недостаточно активно проявляете свою симпатию и влечения, даже если он не собирался вступать с вами в серьезные отношения и так далее, все равно ему было приятно и все равно он считал, что он может из этого извлечь в какую-то пользу. Но вот пользы никакой он из этого не извлек, вы его уволили. Значит, как нравился, пишите вы, как человек и мужчина, забыть не смогла. Но опять же, не будь у вас проблем в семье и с вашим мужем, у вас бы не было вот этого. Он бы не нравился вам как мужчина, и вы бы не смогли его забыть. Как человек, да, возможно, но не как мужчина. И то, что вы не смогли его забыть, это говорит о том, что, понимаете, вы не смогли его забыть, потому что он стал для вас тем, кто вам был научен. И тем, кем не является для вас ваш муж. Ну, наверное, отец вашего ребенка. Далее. Значит, вы пишите, что «Я хотел продолжить знакомство, но на ежегодной диагностике в январе 2016 года вам определили комплекс черномагических воздействий». Ну, вот, знаете, здесь вот как бы непонятно, то есть, понимаете, мы психологи, и для нас вот то, что вы пишите, лично, ну, не совсем то, понимаете, что нужно было бы. Ведь вы обращаетесь к психологам, и когда вы пишите подобные вещи, мы, психологи, воспринимаем это как перенос ответственности. Я понимаю, что вы в это верите, но это вам важно, но именно с точки зрения психологии это выглядит так. Поэтому, получается, смотрите, значит, у вас были практически плохие прогнозы, вы уже на себя чувствовали, чувствовали себя уже после того, как уволили, после того, как не смогли забыть, да. Здесь, ну, возникает, ну, на мой взгляд, совершенно естественная реакция, реакция фрустрации. То есть, вы поддерживали, что можете получить что-то для себя, вы для себя не получали того, что хотели, и из-за этого уже на себя чувствовали. Вот, несмотря на прогнозы, я уже пишу, что в течение года мне как раз писала ему в соцсетях, молодой человек реагировал холодно и лёгко дал понять, что его знакомство продолжать не намерен. Ни на что не обещается, и в итоге занёс в бам. Ну, здесь, собственно говоря, в том, что вы мужчину ранили, ранили его в самолюбие, и он хотел, чтобы вы почувствовали себя виноватой, он хотел, чтобы вы унижали перед ним, ну, может быть, даже предложили восстановить его в должности, это уже область предположений. Но то, что его холодная и жёсткая реакция говорит о обиде на вас, и то, что он не желал признать эту обиду, возможно, даже для самого себя, говоря вам, кто ни на что не обижается, это факт. То есть это такой вот горлый, достаточно самолюбивый мужчина, да, который, ну, вот, может быть, свои недостаточно хорошо развитые профессиональные навыки старается компенсировать вот таким вот поведением. Ну, это часто, опять же, бывает у людей, которые вот так себя ведут. Вот, значит, в итоге ванну озанёшь, что как бы доказывает, что вы ему небезразличны. Но, скорее всего, небезразличие это связано с ожиданиями. То есть вот он ожидал от вас чего-то, вы этому не дали, он обиделся, его это задело, и в итоге отсюда такая реакция. Далее, атаки продолжались весь 2016 год. Какие атаки, опять же, не очень здесь понятно. Вот, прошла многоэтапные чистки и новые посвящения. Заодно и обряды привела, чтобы его забыть. Всё это дало результат. Карьера пошла в гору. Мысли очистились. Сила вернулась. Его забыла. Неожиданно, молодой человек начал проявлять негативную активность. Писал, что сейчас мне скорее газ и гадость, чем радость. Значит, резать ножом руны на почтовом ящике и носить подклады под дверь. Но, тут надо сказать, что вот то, что вы пишете, помимо того, что молодой человек ожидал, что вы будете ему как-то вот, значит, потакать. Помимо того, что вы будете как-то ему проявлять свою вину, проявлять свою, ну, унижение, да, бегать за ним, помимо этого, это вот стандартная такая реакция мужчины, да, на то, что вот женщина к нему испытывала симпатии. Потом она его увольняет, мужчина думает, что вот она взяла, чтобы показать, что она главная, показать, что она, там, держит руку на пусть. Но потом вот он уверен, что вы все равно к нему вернетесь, тем более, что вы ему пристали. Вот, он ждал, что вы будете продолжать ему писать, наверное, найдете способ и, собственно, в итоге все равно восстановите его в должности, да, и вообще всячески будете его просить, у него прощения за свое поведение. Вот в этом контакте очень интересен был кономент, когда он вам начал писать. Вот вы говорите, что он начал проявлять активность, а вот как именно он это сделал, то есть какая была его первая активность, то есть с чего начался ваш взял, что он написал вам первый, как вы отреагировали, как вы отреагировали и почему вы отреагировали, вот, почему вы сами не занесли его в черный список и так далее. Ну да ладно, это детали. Вы не хотите, чтобы мы давали вам консультацию, дабы искать проблем в себе, поэтому я продолжаю вам говорить про него. Значит, тот и молодой человек резет руны на постовом ящике, но в подкладах говорит о том, что ему в целом, ну как-то хоть близко то, что вы делаете. То есть вы в магии, он тоже в магии, вот, только вы, наверное, в белой магии или, простите, простите, не очень хорошо, я об этом разбираюсь, не знаю. Вот, но по-то, что он знает, вот, что вас это может как-то задеть, значит, для вас все имеет значение то, что он делает. И я не знаю, маг он или нет, но то, что вот, вот, то, что он делает, это говорит о том, что он знает, как на вас воздействует, знает, как вас задеть. Он очень хочет вас задеть, он хочет, чтобы вы или боялись его, или изменялись перед ним, или осознались, что вы виноваты и прочее, прочее, прочее. То есть он мечтает, он хочет взять реванш у вас за то, что вы его уволили с работы. Вот, это для него унижение. И теперь он хочет взять реванш у вас за это, и, как вы видите, мне чурается любимые средства мне, чтобы этого достичь. Попросил в соцсетях мне больше не писать, пишите вы, перестал, но сейчас предсказание показалось, что доставать будет и все. Что делать? Задавал на прямой вопрос, опрещает, что обиден, чего хочет не говорит, сомнений, что это он нет. Устала от его поведения, вопрос к психологам, что происходит, как это понимать. Ну, тут он вас будет доставать, это да, здесь с прогнозом можно согласиться. Значит, уязвленное мужское самолюбие, попытка доказать себе, что он не хуже, попытка доказать, что он значимый. И желание унивить вас и перед вами себя возвысить, вот что происходит. Понимать это нужно так, что у мужчины идет жесткая, серьезная, защитная реакция на то, что вы ему сделали. Вы уволили его с работы, мужчина это задело, у мужчины это вызвало определенную переоценку ценностей, определенные изменения представления о себе, что в итоге и привело к его потребности вновь вернуться к преднему восприятию самого себя. А для этого, для того чтобы вернуться к преднему восприятию самого себя, нужно, чтобы вы занимали то положение, какое вы занимали изначально. Но поскольку это невозможно, то мужчина просто хочет сравняться с вами в своих глазах и желательно стать даже выше. И именно для этого он делает то, что делает. То есть такой вот обиденный человек, обиденный мужчина. Да, он отрицает, что обиден, это говорит о том, что человек достаточно гордый, самовлюбленный, значит, немного мнительный, несколько тревожный, но при этом отчаянно желающий соответствовать каким-то нормам. То есть для него, например, позорно признать, что он действительно обиделся, позорно признать, что его обидела женщина. Я уверен, он оправдывает для самого себя. То есть он делает некой такой другой мотивацией, которая вообще-то к делу не относится, но это не отменяет того факта, что он действует как, соответственно, реакционист. То есть человек, продвигающий реакционное поведение. Это всегда вот подобное проявление обуславливает. Что он делает? Спрашиваете вы, и здесь ситуация заключается в следующем. Если вы работаете в сфере магии, то стоит подумать о том, как с помощью магических способов можно от него избавиться. Здесь, к сожалению, вам помочь я не могу. Если мы говорим про эзотерику, ой, про психологию, простите, то с точки зрения психологии вам, по-моему, не просто проявлять к нему безразличие. Но опять же очень важно понять, почему вы не хотели, после того, как он сразу вам написал, и если вам было хорошо, почему вы сразу не принесли его в черный список, откуда он знает ваш адрес. Вот это вот тоже все такие моменты, которые, ну, надо бы выяснить, для того, чтобы лучше понимать картину происходящего. И на психологическом уровне вы можете просто полное договорничать к нему, то есть не надо как-то реагировать, не надо просить его от чем-то, спрашивать там и так далее. Вот, просто вам все равно, занимайте своими делами и не более того. Только это может постепенно человека отучить от того, чтобы вам что-то делать, потому что он это делает для того, чтобы у вас вызвать какую-то реакцию. И пока он видит, что эта реакция получается, что вы выводитесь на эмоции, пока он это видит, он будет это делать. Вот. С психологической точки зрения, вот именно этот факт вам нужно принять. Что же касается того, что он ходит к вам и посредел, там, как вы говорите, режет руны на живом и подклады, это уже скорее преступное действие, и здесь решать вопрос нужно исключительно в сфере юриспруденции. Опять же, простите, но нельзя взять и заставить человека перестать что-то делать, если он не хочет, если он настроен на подобную агрессию. Кстати, носить и режет руны может не он, а кто-то из его окружения, кого он попросил это сделать. То есть здесь все, к сожалению, не так однозначно. Вот. Вариантов там много, можно устроить за штаны, чтобы посмотреть, кто делает это. Вот. Можно просто в милицию обратиться, обратиться и написать заявление, чтобы возбудили дело. Ну, то есть сейчас здесь вам. На этом все, надеюсь, мой ответ вам помог. Если остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если вы захотите написать дополнение, пожалуйста, после того, как напишите его, напишите мне в личку, что вы его дописали. Я его прочту и обязательно отвечу, потому что информация о дополнениях на вопросы не приходит. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Мне надо 56 по Ara. Продолжение следует...